Алматинская область территория контрастов. Каждая сотня километров новый пейзаж. Степи сменяются горами и глубокими каньонами, леса, скалистыми склонами и водопадами. Здесь обитают редкие животные и можно увидеть следы некоторых из них. Так что есть минимум 5 причин путешествовать по Алматинской области. Первая причина приехать в Алматинскую область – увидеть следы снежного барса. Это тотемное животное казахов. Барсы очень скрытные, ну а те, кто смог увидеть настоящего Ирписа своими глазами, может по праву называться счастливчиком. Увидеть снежного барса в дикой природе помогают фотоловушки. Вместе с биологами сначала ищем подходящее место. То есть главные два условия, чтобы были тропы и скалистое место? Да, были тропы, которым ходят барсы. Для этого изучаем биноконами, смотрим, наблюдаем за барсами. После этого устанавливаем, по следам можем устанавливать зимнее время. Издалека приметили большой камень – то, что нужно. Но дойти до него непросто. Ноги постоянно скользят. Вот здесь устанавливаем, рядом тропинки, по которым ходят козероги. Это горные козлы. Барсы ими питаются. В Алматинском заповеднике установлены сотни фотоловушек. Видеоснимки помогают изучать маршруты Ирписов, их повадки. На каждого барса, который попадает в объектив, заводят паспорт. Различают Ирписов по уникальным пятнам. Рисунки на шерсти, как отпечатки пальцев у людей, никогда не повторяются. Сегодня барсы на грани исчезновения. Они занесены в Красные книги 12 стран. В Казахстане Ирписов больше полутора сотен особей. Несколько из них обитает всего в 10 километрах от Алматы. Им можно дать имена. В визит-центре собирают предложения. Живописное ущелье Косымбек. Здесь среди горных вершин и сосновых лесов пасутся моралы – благородные олени. Наблюдать за ними – еще одна причина приехать в эти места. Территория выпаса моралов – 300 гектаров, поэтому нужно подгадать время, чтобы встретиться с ними. Лучше приходить после обеда, когда они спускаются с гор. Близко подходить к моралам не советуют, осторожность не помешает. Лучше наблюдать издалека, как они лакомятся солью и играют. Сейчас самцы отращивают новые рога – панты. Они мягкие и быстро растут до сантиметра в день. Панты используют в нетрадиционной медицине. В пантах и оленьей крови очень много полезных веществ. Можно подлечить остеохондроз, больные суставы, спину, нормализовать давление, а простуды моментально проходят. В хозяйстве панты спиливают в конце мая. Для самих моралов процедура безвредна, так говорят сотрудники. В пантах нет нервных окончаний, боли олени не чувствуют, но стресс испытывают. А вольные моралы могут серьезно пострадать от рук браконьеров. В Алматинском заповеднике насчитывают 75 диких моралов. Активнее всего они на рассвете и в сумерках. О благородных оленях заботятся местные биологи. В летний период готовим соленые веники, сено готовим. И в зимний период – период, когда снега много, корма мало, начинаем водовать. Под особой охраной моралы находятся до июля. К середине лета рога уже будут внушительных размеров, закостенеют и превратятся в грозное оружие. В Алматинской области можно увидеть верблюдов. И даже просто погладить кудрявый верблюжий бок – уже веская причина приехать сюда. Ей сколько лет? Где-то 58 где-то. Ну, они еще не пенсионерки, да? Не, еще вот. В этом хозяйстве можно попробовать верблюжье молоко. Гульжахан Картбаева встает чуть свет, чтобы подоить верблюдец. На каждую всего несколько минут. Молоко походит. А там быстро уходит. Восемь лет дает вот это от хлеба. Лучше пить парное молоко. В нем много полезных веществ, в том числе есть иммуноглобулин, который повышает иммунитет. Сюда приезжают гости из всех уголков страны и даже из-за границы, чтобы поправить здоровье. Сами врачи нам отправляют. И нам звонят. Пожалуйста, положите у себя. Пускай, 2-3 недели попьет. Правда, сильно налегать на верблюжье молоко не стоит. Оно очень жирное, но какое сладкое. А как устоять перед шубатом – это традиционный казахский кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Он прекрасно утоляет жажду и голод. Берем закваску. Вот столько хватит. Важно хорошо измельчить. Сюда же добавим свежего молока. Оно жирное. Масло обязательно пропускаем через сетку. Взбалтываем, перемешиваем. Должно немного настояться и можно пить. Долго хранить шубат нельзя. Он быстро скисает. Поэтому на полках магазинов настоящий не встретить. За ним нужно ехать на верблюжьи фермы. Похоже на кефир или на айран, но как будто он немножечко слаще, чем обычный кефир. Мне очень нравится. Я очень люблю кисломолочные продукты. Утимис Маханов говорит, недостаточно просто пить молоко и шубат. Нужно еще и общаться с верблюдами. Они улучшают настроение, а это залог здоровья. Увидеть беркута в природе можно. Но только он будет парить высоко в небе. А вот разглядеть эту благородную птицу вблизи можно в соколином центре. И это еще одна причина приехать в Алмадинскую область. Здесь разводят редких птиц, чтобы выпустить в естественную среду. В питомнике живут соколы, беркуты, грифы, филины и конюки. Все они обитатели этих краев. За все время из этого гнезда вылетело больше тысячи птиц редких видов. Перед выпуском наши птицы содержатся один в один, как они живут в природе. То есть мы их гнезда, мы все делаем так, как в природе. И кормят их папа и мама. И вылетают они из гнезда в положенное природой времени. Выпускают вдалеке от населенных пунктов. Местность подбирают тщательно, чтобы исключить встречу с браконьерами. А некоторые птицы, наоборот, здесь обретают второй дом. Местные жители приносят раненых беркутов и орлов. Тех, кто уже не может вернуться в природу, оставляют в питомнике. Это степной орел. Возраст этой птицы примерно 23 года. Орла подбросили в клетки для попугая. Он в ней уже не помещался. Из заточения вызвали ли разрезов металлические прутья. Потом долго лечили искалеченные крылья и лапы. Назвали Борей. А через пять лет он снес яйцо. Оказался самкой. Это наша самая лучшая мама. Вот ей можно отдать кучу чужих птенцов. Она всех согреет, она всех выкормит, она за всех переживает. Сотрудники питомника – фанаты своего дела. Готовы часами рассказывать о птицах. Это соколтай, в переводе с казахского – бородач. Птицу так прозвали за пучок жестких перьев под клювом. Это падальщик. Он живет на скалах в высокогорных районах. Посетителям питомника разрешают гладить животных. В питомнике проводят шоу «Охота с пернатыми». Это Чингисхан. Размах крыльев – 2 метра. Максимальная скорость в пике – 320 км в час. Сегодня цель пернатого охотника – волк. У казахов беркут издревле считался священной птицей. Пернатые охотники в старину помогали прокормить весь аул. Беркут может принести даже косулю или молодого оленя. Птиц учат по команде возвращаться на руку, не бояться лошадей и резких звуков. Тренировать их – занятие сложное и опасное. В моей практике было 4, может быть, 5 ударов сокола об мое тело. То есть, когда сокол летит, и у него скорость где-то, ну, в момент, когда он пролетает, наверное, ну, уже иногда бывает ближе к 100 км в час. Вот этот снаряд, ну, если он меня один раз ударил, ну, у меня ребра-то болела долго. Павел больше 40 лет работает с хищными пернатыми. Говорит, к людям они не привязываются. Чтобы стать их напарником, надо быть на равных, считаться с характером и настроением птицы. В Балматинском зоопарке можно увидеть животных, предки которых застали эпоху мамонтов. Это сайгаки – символ казахской степи. Их силуэты встречаются на петроглифах, которым тысячи лет. Снимая сайгаков даже через сетку, мы подкрадываемся. Потому что эти животные очень пугливы, но, возможно, именно поэтому их вид и дожил до наших дней. Необычный нос тоже помогает выживать. Зимой он нагревает воздух, а летом фильтрует степную пыль. В зоопарке за 8 лет вырастили небольшое стадо сайгаков. Начинались пары. В данное время живут папа, мама, и еще там прошлогодние и позапрошлогодние их дети. Мы сейчас живут. Они сейчас приручены к нашим условиям. Повстречать этого красавца в лесу опасно, но так хочется увидеть его вживую. Бурый теньшанский мишка – еще одно животное, занесенное в Красную книгу Казахстана. В зоопарке содержат семерых медведей. Вот здесь наш находится знаменитый батя Курманбек. Это отец всех детей. Вот он сидит в углу. Косолапые любимцы посетителей. Можно бесконечно наблюдать за мишками. Уже по глазам мы знаем, что они хотят. На что они способны и что они еще учудить могут. Любят очень купаться. Особенно кода у нас любит купаться. Это вообще пловец у нас. Богатая природа Алматинской области и возможность увидеть редких животных притягивают тысячи отдыхающих. Красивые и разнообразные картины дикой природы учат путешественников ценить окружающий мир и заботиться о нем. Редактор субтитров А.Семкин